Гость из Крыма Святослав Манежин отвечает в республике за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Но эта система пока находится на стадии развития. Единые дежурно-диспетчерские службы существуют еще не во всех городах и районах, а те, что есть, скудно оснащены технически. Вот и ездят крымчане по всей стране и берут лучшие идеи отовсюду. В Самаре меня приятно удивило на самом деле ИДДС. Очень организовано. Главное, что инновационные технологии применяются, что мне понравилось, к чему нужно стремиться на самом деле в этот век наших информационных технологий. И однозначно опыт, приобретенный тут, он повлияет благоприятно на развитие ИДДСов муниципальных образований в республике Крым. Самарская ИДДС была организована пять лет назад. Сюда в штаб стекается вся информация о возможных или уже случившихся аварийных и чрезвычайных ситуациях. В особенности внимания уделяется 28 потенциально опасным организациям, 10 из которых химические. Чтобы не случилось беды, дежурные работают в круглосуточном режиме. Чрезвычайные ситуации возникают регулярно. Они носят природный, техногенный характер, связанные с угрозой жизни населению. Поэтому они связаны с возникновением пожароопасной обстановки в городе, с аварийными ситуациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И главная задача ИДДС – своевременно отреагировать на возникающие эти ситуации, для того, чтобы предотвратить неизбежные угрозы для населения. В единой службе в Самаре трудится 10 дежурных. Для того, чтобы укомплектовать штат сотрудников, необходимо организовать курсы подготовки специалистов. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Продолжение следует...